Первый день акции начинается празднично. Участников большого этнографического диктанта встречают с песнями и угощениями. Разные национальные кухни и традиционные наряды погружают в атмосферу события. Только в Оренбургском педагогическом университете к тестированию готовятся более сотни участников. Один из них Иван Алехин рассказывает, для него это уже ежегодное испытание собственных знаний. Мне кажется, что именно для Оренбургской области, как для очень многонациональной, где сочетается огромное количество культур и одновременно с этим уживается, это просто необходимо. Особенно если рассматривать с точки зрения истории и того, как заселялось и наполнялось. Задание в форме тестов. Нужно ответить на 30 вопросов, 20 из которых едины для всех участников международной акции. А вот еще 10 – региональная часть диктанта. Уникальная для каждого субъекта России. Сложность, я бы сказал, что средняя. Достаточно знакомые во многом вопросы. Добавляются некоторые новые. Например, сейчас я увидел, больше посвящается все-таки народам севера. Кроме студентов, тесты на знание истории культуры и традиции народов Российской Федерации проходят представители разных конфессий. В этом году впервые на вопросы отвечает вице-губернатор Игнат Петухов. Только тогда, когда мы знаем народы в лицо, мы можем понимать, чем они живут, какие у них ценности, какие у них традиции. И что важно, на территории Оренбуржия проживает больше ста различных народов и национальностей. И мы не делим народы на разные направления. Это все народы, это гордость Оренбуржия именно в том многообразии, в котором оно есть. Международная акция будет проходить до 8 ноября. Диктант на проверку этнографических знаний может написать любой желающий. Независимо от возраста, вероисповедания, гражданства и местонахождения. В онлайн-режиме на сайте мирэтно.ру. Результаты станут известны до 13 ноября. Диана Кузимбаева, Дмитрий Картус. Новости дня.